Сегодня мы будем делать такую вещь Некоторые static mesh Выбранные нами будут весело и задорно Вот так вот перелетают в stack То есть оп и полетели В стаде Mesh мы будем выбирать за счет тега То есть там где есть такой тег 1 2 3, те мешки полетят Где тега нет, те не полетят Смотрим сам blueprint Значит blueprint получился Достаточно жирный Для такого класса задач Но тут в основном сложность из-за этой волны Которая Получается при перелете Если бы они не летели по прямой Все было бы намного проще Но так как они нужно именно такую волну сделать То это все усложняет задачу То есть честно она вообще не до конца оптимизирована По выгляду волны Так значит сам blueprint Чтоб понять где здесь что Видно, попробую рассказать Кратце что у нас здесь вообще получилось И почему так мутно и сложно Значит на begin play Мы получаем destination Объекта которому лететь Я думаю это понятно Что зовут вектор Который мы выбираем Со сцены Куда полетят наши кубики Все, выбрали Сфера, полетели Буду кратко рассказывать Таймер Зачем нужен таймер? Таймер нужен для того чтобы Не все кубики полететь сразу А с интервалом То есть таймер добавляет в массив Данные которые Кубиков которые будут лететь Сейчас мы дойдем Будет я думаю понятнее Что за вон Дальше Вот тут такая инициализация Мы получаем все наши кубики с тегом И что мы дальше делаем? Мы получаем расстояние Конечной точки И от текущей точки Каждого кубика Это нужно для волны Если это волны Вы не хотите делать То это вообще ничего не нужно Опять же distances Это мы загоняем эти расстояния В массив То есть каждому кубику Соответственно свое расстояние Ведь оно у каждого разное Начальная локация Положение опять же разное Для каждого кубика Опять это Альфы Опять же из этой волны Нам нужны разные альфы Если бы Не было волны То альфы Можно было брать Единую альфу для всех Но тут Нужно брать много И Final Final Destinations Это у нас Что мы берем Стартер локацию И добавляем По Z Просто высоту Определенную Умноженную На Индекс И получается Что они просто становятся Так Опять же Это то по желанию Так что вот К этому бочку Мы вернемся чуть позже Значит Идем на Event Tick Здесь Такая конструкция Что если Пулин Сработал Скажем так Все остановилось Значит что происходит Дальше Берем все наши Экторы с тегом 1 2 3 И запускаем loop Вот этот вот Ну Нам Это вот то Что увеличивает Наш Таймер Вот Таймер Ссылает на эту функцию И он просто увеличивает До тех пор Пока нам Меньше длины Массива Этих вот Наших 1 2 3 кубиков То мы просто Увеличиваем На 1 Наш Ну Как только Он стал равен Массиву Мы останавливаем Таймер Вот Здесь проверочка И если Индекс правильный То запускаем Бранч Если Индекс правильный Туда Все Бранч сработал Если нет Все остановилось Дальше Следующий Бранч Здесь такая речь Если Последний Индекс Объект Последним Индексу Долетел до финальной Точки Ох Блин Я сюда не включил Я исправлю это За залитом Больпринти Я уже не буду На сцене это рассказывать То тогда Мы останавливаем Наш Таймер Не таймер А этот Event Здесь у нас стоит Видите 0.1 Погрешность Чтобы Не было той ситуации Что когда Последний кубик Станет там 0.001 И чтобы Из-за этого цикла продолжался То есть это банально Учет погрешности Error Tolerance Значит что у нас происходит дальше Мы задаем позицию Каждому actor Set actor location Значит вот эта вот Барбитура Это Наша волна Которая будет Доплюсовываться к позиции Я думаю феркнике чуть позже вернусь Итак что у нас здесь происходит Initial Locations Мы берем По индексу И Лерпим С Последнего С финального Final Location То бишь Первые У каждого кубика есть И начальная И конечная точка И альфа Это вот именно альфа С которой мы задавали Почему Для каждого кубика свой Опять же Из-за этой вот волны Значит Вот мы с Лерпили это дело Дальше Мы берем Дистансы Дистансы Вызываем Так Это вот что Это текущее положение И Старт И финальное Делим Дистансы Делим на Текущее Делим на Стартовое И получаем Процент От того Где сейчас Находится Наш Объект Зачем это сейчас сделано Потому что Вот этот вот кюрф Который мы добавляем К перелету Она понимает только Время От 0 до 1 Вот поэтому Мы это все Дело Нормализуем Умножаем На 200 Саму кюрф И допрессовываем К Текущему положению Вот наше положение Между Initial Final Слерплено И сюда Добавляем Вот этот вот наш кюрф Создаем Вектор New Location И осталось Что мы последнее Что не рассмотрели Это вот наш Альфа Что здесь происходит Каждый тик Альфа Добавляет 0.02 Клэмпится Чтобы от 0 до 1 И перезаписывается Значение Альфа Для каждого 1 Массива Вот и все рассказал Почему Так сложно Если бы это был Простой период То здесь просто Вхватило До обычного Лерпа Между А и Б Но именно Из-за того Что я хочу По кривой Пришлось эту штуку добавить Насколько это Рационально Да Сделать для ролика В игре Наверное Ну это тоже можно использовать В принципе Есть ничего нет такого сложного Тем более Что по завершению Эктора Можно все это просто Грохнуть И очистить память Вот Если кто-то из геймдева Подскажет Как сделать Воля рациональная Ну спасибо Нет Оно и так Всем спасибо За внимание Ну и еще раз покажу Что в итоге получилось Вот наши кубики И они все Собрались Так Еще раз Прошу другого ракурса Нажал Что еще происходит Раз Два Три Четыре И вот они все Пронесели Три Три